МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Губернатор Донецкой области Павел Жибривский попросился в отставку. Должность руководителя военно-гражданской администрации он занимал ровно три года. Заявление на увольнение передал президенту. На своей странице в соцсети Жибривский поблагодарил команду за работу и похвастался собственными достижениями. А это внедрение в регионе государственного языка и ряда образовательных проектов. Благодаря программе «Опорная школа» в области капитально отремонтировали 12 учебных заведений. Они уже работают. И еще столько же после капремонта откроют к 1 сентября. Причины своей отставки Жибривский пока не называет. Официальная пресс-конференция назначена на пятницу. У суботу зустрівся с президентом України Петром Порошенко та попросив его про мою відставку. Він мою заяву приняв и у середу її має розглянути Кабмін. Дякую усій своїй команді за работу, дякую жителям Донеччини за підтримку та розуміння. Він для себе приняв решення подати у відставку. Спочатку заяву має розглянути уряд на засіданні Кабміністрів, а вже потім офіційно затвердити президент України. І, власне, після цього вже можна говорити про щось, про якісь офіційні рішення. Стрельба на детській площадці в Мариуполі. Єсть ранені. Мужчина відкрив огонь на глазах дітей. Усмірити його попытався отец одного із малышей, але получив две пули в ногу і в живот, сообщають поліції. Наші корреспонденти вияснили, з-за чого відбувався конфлікт. Вистрелы прозвучали здесь около п'яти вечера. Жильці не сразу поняли, що відбувалося. Я думала, що це грушечний, чесно кажучи, пистолет. Але я так і не поняла. Скандал там був. Вистрелі начали орати. Думаю, що там таке. Подошла поближе, думаю, може б, там же люди спят, думаю, і больні люди. Поліція вияснила, що конфлікт відбувався, коли діти грали на площадці з водяними пистолетами. В той момент один із соседей выскочил во двор з криками і настоящим оружіем в рухах. Он выстрелив в воздух. Жильці попытались отобрати у дебошира пистолет. Але той успел ще несколько раз нажати на курок і ранить отця одного із малышей. Две пули попали 30-летнєму мужчині в ногу і в живот. Його родні шокированы і общаться на камеру не хочуть. Раненого забрала скорая. Медики його прооперували і перевели в реанимацию. Стан тяжкий, але стабільний стан. Як це буде далі, будемо, так сказати, бачити. Чому? Тому що поранення дуже серйозні. І як воно буде протикати далі, треба на це дивитися. На діткій площадці стрілял 59-летній містний житель. Він неоднократно конфликтовав з сусідями, сообщили в поліції. Следователям стрілок пояснил, що йому показалось, будто взрослі грають з дітьми настоячим оружіем. Тоді він достав свій травмат і вирішив це прекратити. Як повідомив чоловік, пістолет він придбав через інтернет-мережі для самооборони. Чоловік знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Стрілка поліцейські задержали. Йому грозит до восьми лет тюрьмы. Максим Гробовський, Сергій Чакрыгин. Специально для телеканала «Донбасс». Трое українських воєнних ранені в минувші сутки на Донбассі. В пресс-центрі операции «Об'єдинённих сил» сообщили, що режим тишини на передовое нарушался 32 раза. Четверть обстрілів із тяжелого вооруження на Луганщині. Активні боєві дістя шли вблизи Новоташковського. На Донецькому направлі під огнем «Опытное» на Азовському побережі стреляли в Павлополі, Водіном і Лебединському. Вовремя подрезать разросшіся крони деревьев, щоб предотвратити аварійне відключення електричіства. Енергетики розчищають траси воздушних електроліній по всей Донецькій області. Як ведуться роботи, наблюдає наші корреспонденти. Звук бензопили. На 100%. Спасибо большое. А то я ночами не сплюю. Думаю, ну как, ну как его нанять пенсіонера? Платити ми не можем. Ой, как хорошо набрезали. Энергетики напоминают, воздушные електролініи имеють свої охранні зони, і высадка деревьев под ними категорически запрещена. Але це не значить, що під проводами остануться тільки пеньки. Живі дерев'я спеціалісты донецьких електросітей оставляють. Под спіл идут тільки опасні ветви. Висадка деревьев в охранні зони воздушній лінії препятствує її експлуататію і здаєт угрозу аварійній ситуацій, которая потім може возникнути і длительно будуть обісточені наші потреби. Тільки на цій Мариупольській уліці спеціалісты компанії ДТЕК «Донецькі електросіти» проведіли десятки разросшихся крон. А це значить, що аварій на лініях станет значительно менше, і містні жителі завжди будуть со света. Расвищає траси воздушних ліній, ми в першу чергу заботимся о безпасністі людей і об обеспечіні надюжного електроснабження. Наші спеціалісты вбирають як сухі дерев'я, так і поросль, которая во время сильного ветра може приблизитися на недопустимое расстояние к лініям електропередач. Таким образом, с одной стороны, ми захищаємо свої лінії від обривів проводів і коротких замыкань, а с другой стороны, жителі городов і сіл, знаходяться в безпасністі і со света. Обрезку дерев'я в енергетике ведуть по всій території області. В цьому году ДТЕК «Донецькі електросіти» планирує розчистити більше 500 км своїх трасс. В то же время, специалісты енергокомпании напоминають, що в частному секторі дерев'я под проводами садить запрещено. А якщо вони там растуть, жителі самі должны їх обрезати. Цього требують правила охраны електрических сетей. Татьяна Уралова, Сергей Чакрыгин, Телеканал Донбасс. «Когда родные стены калечат». Несколько лет многодетная мама из Березового Донецкой области искала причину ухудшения состояния здоровья детей. Подозревали, что дело в жилищних условиях, но даже переезд не помог. Історию продолжат мои коллеги. Для братьев Бодок побережье Азовского моря – любимое место для утренней пробежки. Также на песке совершенствуют приемы тхэквондо. «Делаем разминку, спаррингуемся». Младшие братья повторяют за старшим Егором. Он для них авторитет. «Мы ходим на тренировку, чтобы не драться на улице, а наоборот, защищать маленьких, себя защищать». Такие упражнения и морской воздух помогают справляться с тяжелой болезнью дыхательных путей. Семилетний Степан и одиннадцатилетний Егор страдают от бронхиальной астмы. «Я хочу поменьше болеть, быть здоровым, сильным». Семь лет назад болезнь одновременно появилась у обоих. Дети задыхались. Каждый приступ был смертельно опасным. «Естественно, мы не ждали. Мы вызывали скорую. Нас увозили в больницу». Бодок жили в селе Березовое рядом с Маринкой. «Мы купили дом. И вот с того момента как-то начала у нас появляться эта задышка». Оказалось, что причиной заболевания стала аллергия на клещей, которые завелись в стенах дома. Пока решали проблему со здоровьем детей, началась война. «Очень страшно, конечно. У нас сгорел соседний дом, было прямых два попадания». Семья переехала в Мариуполь. Первое время без работы и жилья было очень сложно. «Воспитывать детей, поднимать без копейки – это очень тяжело. Если вот касается препаратов, которые необходимы, а тебе не за что их купить». Денег хватало только на аренду небольшого дома. «Мы живем в коробках, потому что домик сам по себе маленький». Но главная проблема этого жилья – грибок, который очень опасен для больных бронхиальной астмой. «После грунтовки, шпаклевки, плесень все равно появляется». Степан и Егор могут свободно дышать, только принимая лекарства. Их выдает гуманитарный штаб Рината Ахметова. «Ринату Леонидовичу, конечно, огромное спасибо, что он не забывает о нас. Эта помощь большая и для нашей семьи, и вообще для всех деток Донбасса». Штаб Рината Ахметова оказывает масштабную поддержку детям из Донецкой и Луганской областей противосудорожными и противоастматическими препаратами. Такую помощь уже получили более 1300 детей. «Мы все-таки избавимся от этого недуга и победим, так сказать, болезнь нашу». Инна Жиленко, Ростислав Сысоева, Оксана Корчмай, Евгений Якунин для телеканала «Донбасс». Жара в Украине усиливается. Средняя температура к концу недели достигнет 30 градусов. У врачей участились вызовы к людям, которым стало плохо прямо на улице. Как легче переносить летний зной, узнавала Александра Сегал. Аномальная жара в этом году началась еще в мае. Каждый дню спасается как может. «В бутылку, в морозильную камеру. И так едем в маршрутке». «Багато воды пью. Овочи, фрукти, сезонні ягоди». Носить с собой воду надо обязательно, говорит кардиолог Наталя Фарасенко. «Иде втрата и с потом, и с более глубоким дыханием. Иде втрата вологи, води. Згущуется кровь, что приводит к ситуации с повышенным риском тромбоотворения. Даже если тромб не отворился, больше густая кровь, сердце перекачивает и ваще. Иде подвищенное навантажение на сердце». Если работа связана с постоянным пребыванием на улице и вы целый день потеете, врач советует покупать в аптеке электролитный раствор. Именно он поможет поддержать водно-солевой баланс в организме. От солнечного или теплового удара спасет охлаждение в воде. В Киеве даже установили специальные водные рамки. Весело и прохладно. Дети от них не отходят. Крепкие напитки в жару лучше не употреблять. Это может привести к обезвоживанию организма. А поездки следует планировать на утро или вечер. Случаи, когда в душной маршрутке становится плохо, встречаются все чаще. «Вообще сверху стоит обычно кондиционер, но его нет. Нормально, как говорится, автомобиль. Эти модели не предусмотрены с кондиционером». «Приходится терпеть. А куда денешься? Другого выхода нет». Если человеку все-таки стало плохо, ему надо сразу расстегнуть пуговицы или пояс, развязать галстук, чтобы свободнее дышалось, напоить водой и немедленно вынести на свежий воздух. Александр Сегал, Владислав Смелянец, Даниил Городецкий. Специально для телеканала «Донбасс». Новая фиалка появилась в Курахово. Детский сад открыли в отдаленной части города. В нем будут воспитываться 50 малышей. Во сколько обошлась реконструкция, знает Елена Успенская. «Раз, два, три, четыре, пять. Повторай за мной». По дороге в новый детский сад малыши многодетной семьи Смирновых разучивают стихи и считалочки. Открытие фиалки ждали с нетерпением, говорят родители. «Четверо у нас деток. Вот одну отправляем уже. Ну, а так, в принципе, нужно, конечно, садик для населения». Новый фасад, двери и окна. Детский сад ремонтировали год. За это время заменили крышу, полы и обустроили во дворе сразу несколько игровых площадок. «Строительная часть была профинансирована городским советом. Приобретение мебели, грузок, посуды, ну, вы это все увидите, было приобретено согласно программе партнерства компании «Эдотек». Благодаря реконструкции в дошкольном учреждении увеличилось количество мест. «Кардинально все изменилось. Группа здесь была всего лишь одна на 20 деток. Сейчас у нас мы можем принять, мы уже их приняли, 50 детей». «Фиалка» находится в отдаленной части Курахова. Теперь местные жители могут водить малышей в детский сад рядом с домом. «Очень рада, что мой ребенок будет ходить именно в этот садик. Я очень хотела этого». Проект по реконструкции «Фиалки» внедрили благодаря многолетнему социальному партнерству «Эдотек» с громадой Курахова. «С 2012 года компания вложила порядка 31,5 миллиона гривен». «В проекты именно социального развития». «В данный садик компания вложила порядка 400 тысяч гривен». «Программы общие идут. Садятся представители «Эдотек», представители города. Разрабатываются программы и целенаправленно, пошагово внедряются». До конца года в Курахово планируют открыть еще пять отремонтированных дошкольных учреждений. Елена Успенская, Владимир Краснов, телеканал «Донбасс». Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом наш выпуск заканчивается. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok